Провести приятный вечер, пообщаться за чашечкой чая, послушать душевное пение под баян, собрались 20 мам. У многих из них уже по 5 внуков и 6 правнуков. Такой теплый, почти семейный формат празднования Дня Матери был выбран впервые. А говорили в этот вечер о самом дорогом. Я считаю, что самое святое на земле слово – это мама. Первое слово ребенок произносит слово «мама». И самые нежные, сотканные руки – это, конечно, у мамы. И мама до последних дней своей жизни, она в сердце несет и желает своим детям только добро и здоровье. Женщинам, вырастившим не одно поколение детей, было о чем поговорить в этот праздничный вечер. Обсудить свои цели и идеи, поделиться новостями. А молодым – увидеть пример счастливой многодетной мамы, бабушки и прабабушки. Услышать, как живут большие крепкие семьи. Самое важное, по-моему, это не успех женщины, не красота, не обаяние. А материнство. И, пожалуй, вот об этом нужно говорить. Молодые семьи, к сожалению, не многодетные. А вообще-то нужно решать этот вопрос, чтобы было не по одному ребенку, а по два, по три. В самой атмосфере вечера – уважение, почет и любовь к матерям. Эти женщины все так же светлы, словно нет житейских сложностей. А свои звания мам, бабушек и прабабушек они несут гордо. Я – мать троих детей. У меня шестеро внуков, три внука и три внучки. У меня пять правнуков. Я отработала с детьми около 40 лет. Справляюсь очень просто. Главное – их детей любить, не кричать на них. И они будут всегда у вас послушны. Каждую маму в этот вечер ждали с поздравлениями дома. Дети готовили сюрприз, а до этого женщин поздравляли взрослые. Такие же мамы и бабушки, знающие, что значит вырастить детей.